Мы заявляем проект как открытый город выходного дня. Это не только для гостей, это для жителей Кингисевского района. Мы знаем, что большое количество работников сейчас приезжает в авангород на большие стройки и в дальнейшем будут здесь жить, поэтому наша задача создать комфортное, удобное проживание для наших жителей, жителей Кингисевского района. В 2019 году мы затеяли вот это большое обновление нашего города, создание комфортной территории для проживания, в первую очередь для жителей. Мы про туристов вообще не думали. И сейчас, спустя какое-то время, когда мы видим, что внешний мир для нас закрыт, мы понимаем, что большой бум развития внутреннего туризма. Вы сегодня посетили несколько уже локаций, вы понимаете, насколько это интересно и насколько это сопряжено с историей нашей страны. И не показывать это всем желающим, но это будет просто преступлением. Поэтому наша цель – создание туристко-информационного центра. Мы определили место, у нас есть уже специалисты, которые будут там работать. В этом году мы выиграли конкурс «Туристический код», это федеральная субсидия в рамках развития внутреннего туризма. Почти 114 миллионов, благодаря которому мы полностью оснастим этот центр. Мы сегодня были в молодежном центре. Туристический центр будет еще интересней, еще круче, еще более притягательный. Также в рамках «Туристического кода» мы создадим необходимую навигацию. Это инфостенды, это мультимедийные экраны по городу, это новые маршруты, это освещение. Мы будем подсвечивать здания, мы будем подсвечивать исторические объекты. Мы эту работу должны завершить до конца этого года. Замена остановочных пунктов, создание программного продукта, благодаря которому можно будет в электронном виде оформлять необходимые разрешения для посещения вангорода просто как отдельной семье. Почему я сказал про синхронизацию? Так получилось, что наши мысли услышали на площадке правительства Ленинградской области, и 4 июня был утвержден приоритетный проект развития исторического поселения города Ивангород до 2030 года. Это масштабная программа, мы прошли через проектный офис Ленинградской области, масштабная программа, в рамках которой мы сможем реализовать проекты инфраструктурные. Социальные объекты – это капитальный ремонт Дома культуры, это реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса, это капитальный ремонт футбольного стадиона, который мы уже в 2025 году начнем реализовывать, и, конечно, масштабное благоустройство. То есть все рядовые площадки, все подходы, которые к основным местам показа, для гостей и наши самые главные достопримечательности, они все будут обустроены. Это ремонт дорог, это ремонт сетей, это реконструкция уличного освещения, это реконструкция моста на парусинку, потому что сегодня это одностороннее движение, то есть советских времен, со времен строительства ГЭС, он находится в том же состоянии, поэтому мы хотим его расширить, тем самым дать возможность и гостям, и жителям пользоваться беспрепятственно перемещением из одной части города в другой. Ну и, конечно, для нас самое главное, самое важное, это проекты, связанные с реставрацией объектов культурного наследия. Сегодня мы увидели художественный музей в Джеблисах, то есть этот проект уже идет, и он получит новый облик. Я уверен, что дальше и внутренние необходимые ремонтные работы будут проведены, потому что мы стараемся велибенно продвигать во всех своих мероприятиях, и у нас панно размещены по мотивам билибинов во всему городу. И это действительно элистрата русских сказок, и вообще в рамках этого мы задумали одно из мероприятий, это фестиваль русских сказок в русской крепости. То есть это детское масштабное мероприятие, которое привлечет внимание и жителей Ивангорода, и гостей. И я думаю, что одним из таких ключевых событий наравне может быть не такое масштабное, как Берега Победы, но тем не менее свое решение оно может занять. Конечно, приоритетный проект для нас это определенный флаг. Мы понимаем, что мы находимся на границе, мы понимаем, что так или иначе все сравниваем. Сейчас активно обсуждают вопрос перехода границы на период реконструкции нашего международного пункта пропуска. То есть должны быть созданы условия и для жителей, и для гостей комфортные. И мы в этом плане движемся очень синхронно, регион и Кингисевский район нас в этом поддерживают. Мы посчитали укропненно, мы эту цифру заявили, мы ее видим, то есть это порядка более 5 миллиардов инвестиций в инфраструктуру Ивангорода. Если брать еще и частные средства, а мы хотим, чтобы у нас как минимум один отель появился, 4-5 звездочный, мы в принципе рассматриваем площадку даже для строительства спа-отеля. Это в принципе актуально, потому что все пользовались этой услугой на сопредельной территории в Эстонии, где эта сфера была очень хорошо развита. Сейчас такой возможности нет, поэтому мы у себя готовы это направление тоже рассмотреть и занимаемся поиском инвесторов. Это строительство жилья. Ивангород на сегодня может стать одной из площадок в Кингисевском районе, где будет масштабно строиться жилье. Благодаря утвержденному генеральному плану мы получили почти 40 гектар территории под строительство жилья. То есть мы прикидываем, что за ближайшие 5-6 лет Ивангород может напрочь прирасти новыми жителями, которые уже приедут работать на вновь открывающиеся предприятия. Соответственно, есть запрос, если человек приезжает с семьей, у него зарплата 150-200 тысяч на предприятии, ему нужен комфортный досуг. В этом плане, конечно, мы стараемся нарастить темпы для того, чтобы отвечать этим стандартам, которые люди уже привыкли, живя в больших городах. Мы благодаря этому проекту, я считаю, что сможем сделать большой задел на будущее. Потому что мы все равно нацелены на наших детей. На территории Ивангорода, помимо двух школ, двух детских садов, еще присутствует филиал университета аэрокосмического приборостроения, где дети учатся из Ленинградской области, из Санкт-Петербурга, но и приезжают из других регионов. И, встречаясь с ректором, мы обсуждаем вопрос развития этого учебного заведения и создания такого площадки, может быть, даже что-то типа кампуса на территории Парусинки, исторической части города, которая связана с именем Штиглицем. Штиглиц был новатором своего времени. Он построил самое современное производство. Он с большим уважением относился к своим работникам и понимал, что образование – это очень важно. И поэтому вот этот флаг, этот магнит, связанный с бароном Штиглицем, его наследие на сегодня для нас очень важен, очень актуален. И мы понимаем, что это будущие кадры для экономики нашего региона. Потому что, приехав сюда и отучившись 4-5 лет, посмотрев все возможности, качество жизни, мероприятия, все события, которые происходят на территории, мы становимся конкурентными большим городам. Потому что уровень затрат на жизнь гораздо ниже, чем в больших городах. Все в шаговой доступности, обеспечены полностью всеми социальными благами. Я хочу сказать, что в Вангороде, помимо одного физкультурно-оздоровительного комплекса, Газпром по программе «Газпром детям» строит еще один фок, и мы его в ноябре откроем. У нас построен 25-метровый плавательный бассейн. Мы в 2025 году отремонтируем полностью футбольный стадион. То есть у нас есть спортивная инфраструктура, у нас есть социальная, у нас есть поликлиника детская, поликлиника взрослая, у нас есть стационарская, у нас есть свой больничный городок. И, конечно, как говорят некоторые инвесторы, у вас идеальные условия. У вас есть земля, у вас есть все ресурсы, электричество, газ, вода, тепло. И, соответственно, у вас есть все социальные блага, все, что необходимо. Поэтому для нас очень важно именно комплексно подойти к реализации этого приоритетного проекта. Я даже не сомневаюсь, да, после того, что мы прошли с 2019 года, и те локации, которые просто изменили жизнь, качество жизни наших горожан и гостей, я не сомневаюсь, что у нас этот проект точно будет реализован, потому что настрой хороший. Мы сегодня, да, Эстония отказала нам финансирование водоустройства нашей набережной. Мы прекрасно видели эту сторону, мы видим, какая она функциональна, удобна. Ну, никто не отчаялся. Мы подготовили документы, переработали, пошли в Минстрой, заявили наш проект, получили больше 100 миллионов рублей на этот проект. В ноябре я вас приглашаю прогуляться по Ивангородской набережной, где будет амфитеатр, где будет из плитки выложена жар птица билибинская, где в габионный будет встроено, видели уже, да, витраж стеклянный с мотивом билибина, где будет красиво прогуляться, где можно будет выпить кофе и просто посмотреть, как они там живут. Поэтому мы все эти проекты, даже если что-то не получается, мы их обходим и все равно добиваемся, да, добиваемся тех результатов, которые от нас ждут наши жители, высшестоящее руководство. И нисколько не свернем. Значит, у нас в приоритетном проекте, да, я уже сказал, 20 территорий благоустройства, социальные объекты, ремонт сетей, программы переселения, и все это нам нужно будет сделать до 30-го года. Я думаю, что у нас это получится обязательно. Готов ответить на вопросы. Пожалуйста. Пилотный проект для открытия туристов информационного центра. Мы создаем цифровой контент. Любой желающий отправляет нам заявку о том, что он в такой-то день хочет посетить Иван-город там. С проживанием, без проживания. То есть мы эту информацию будем там. Наши специалисты будут обрабатывать эту информацию, делать это все на бланке и, соответственно, подавать в ручном режиме, пока в ручном режиме, в погрануправление, которое будет проверять непосредственно этих людей. и если все в порядке, он дает разрешение, просто мы хотим сократить этот срок не на 3 недели, да, 21 день, а чтобы это было в течение 3 дней. То есть, условно говоря, в среду или в понедельник семья решила съездить в Иван-город, не важно, на мероприятие, просто погулять. Они отправляют в электронном виде заявку, наши специалисты обрабатывают и выдают им разрешение, они с этим разрешением уже приезжают. Как командировочное удостоверение? То есть, кто едет по работе, он оформляет командировочное удостоверение, приезжает и находится, у него есть основания. То же самое, это будет такой вот билет в Иван-город. Процесс будет вот такой. А когда планируется запустить? Ну, вообще, мы его хотим запустить, ну, наверное, в сентябре у нас получится. Сам ТИЦ будет готов к ноябрю, полностью оснащен. Ну, я думаю, что мы найдем возможность, создадим рабочее место, оборудуемого, чтобы специалисты уже могли работать дистанционно в таком режиме. В принципе, погрануправление это устраивает вполне, потому что для них самое важное, чтобы это не было неконтролируемое посещение. То есть, мы будем понимать, кто этот человек, когда он заехал, когда он уехал. То есть, ну, вот в таком режиме, да. Ну, и, соответственно, мы можем на себя забрать часть функций, которые сейчас выполняет музейное агентство. То есть, они сейчас формируют эти списки и помогают оформлять необходимые документы. В принципе, это такой вот. Мы его очень гармонично вписали в экосистему туристического Ивангорода. И я надеюсь, что он так и получится. Александр Владимирович, вот сохраняются ли какие-то добрые отношения с какими-то деятелями на эстонской стороне? Я помню, когда мы делали вот эту приграничную симметрию, да, конференцию, вы нам очень помогали, Алексей Евграфов, да, был мэр, мэр Нарва, да, с другой стороны. Это кадри Райка участвовала, да. Какие-то контакты сейчас все-таки сохраняются с эстонскими какими-то, может быть, политическими силами, которые не были культурными? Никаких официальных контактов у нас нет. И они со своей стороны тоже... То есть у нас были какие отношения? Постановили реализацию проекта. Мы написали. В чем причина? Мы отправляем документы вам. Потом с личной почты один из специалистов написал, нам запрещено общаться с российской стороной. Извините, ничего личного. То же самое, мы официально никакие контакты не поддерживаем. Это не наша полномочия, это федеральная полномочия, поэтому гуманитарные связи между родственниками есть. То есть он просто запрещен. Я знаю, что на 80-летие снятия блокады делегация Совета ветеранов города Нарва посетила Санкт-Петербург, они участвовали во всех праздничных мероприятиях. Их туда пригласили. А еще раз скажите, пожалуйста, чья зона ответственности, границы и ее благоустройство? Это федеральная структура, Росгранстрой, они проводят все мероприятия, связанные с прохождением государственной границы. Все подходы. Ну, то есть у нас есть красные линии, где разграничение, где городская часть, а где уже их зона ответственности. Поэтому в этом плане мы с ними взаимодействуем, иногда помогаем друг другу в каких-то таких кризисных вопросах. То есть неизвестно пока, да, собираются там что-то делать или нет? Нет, там идет реконструкция. Пункта пропуска, она продлится до января 26-го года. На два года рассчитана. Сейчас работы идут полным ходом. Проект реализуется. Мы надеемся получить обновленный. В трудном времени может быть еще что-то изменится, что действительно он сможет заработать в полную мощь. А так полностью автомобильная, автобусная, грузовая часть будут реконструированы. Ну, а потом, я надеюсь, и пешеходные тоже. Музей Билибина когда откроется? Сейчас не могу сказать, не мы контракт заключали, поэтому... То есть это зона ответственности музейного агентства. Пожалуйста, в каком здании мы находимся? И что это за выставки? Пока закрыт художественный музей, часть экспозиции перенесена сюда. Малый Бороховой амбар. Вот Кристина об этом уже сказала. А здесь конференц-зал. То есть создано дополнительное пространство для проведения конференции, встречи. Это работа Щекотихина-Патоцкая и Ивана Яковлевича Билибина. Только пять заработной платы и коммунальных услуг. То есть у меня есть центр спорта, культурно-досуговый центр с библиотекой, служба, которая занимается уборкой города, содержанием его, и органы власти, администрация, совет депутатов. То есть у меня только зарплаты, коммуналка. Все, что делается в Ивангороде, это федеральные, региональные и районные средства. То есть район нам сказал, все программы, в которых участвует Ивангород, мы готовы свое софинансирование, 10 процентов, ну условия программы, 10 процентов, вы доположите свои деньги. Вот район закрывает вот эти 10 процентов, которые необходимы. Наша задача, как администрация, просто влезать во все возможные и невозможные программы, проекты. То есть мы тащим средства сюда. И дальше, то есть притащить это ладно, но нужно еще и процесс организовать, получить конечный результат. Потому что, ну бывает так, что в приграничных города подрядчик не сильно не едет, потому что кто работает? Таджики успеют, которых сюда просто физически не привезти. То есть им всегда въезд закрыл. Поэтому ищем компании, которые с российскими паспортами работают. Ну то есть это такое коммуника. На самом деле я хочу сказать, если бы этой поддержки не было, мы бы ничего здесь не сделали. Потому что начался, я пришел в 19-м году, в марте начался ковид. Город просто стал умирать. Вот просто экономика просто остановилась. А сейчас мы имеем закрывшуюся, работающую только на процентов 5 Euro Corporation, корейское предприятие, которое уже остановилось после начала специальной военной операции, градообразующей предприятия. Естественно, без поддержки сверху мы бы не смогли ничего делать. Мне почему, я почему вначале сказал про синхронизацию? Мы на одной волне. Мне очень комфортно работать с вышестоящими моими руководителями, потому что они дают посыл, а я уже знаю, как это делать. И поэтому вот мы сегодня были у танка две недели всего, две недели приехало Министерство обороны, у нас там просто пустырь. Ни освещение, ни дорожек, ни постамента. И мы с военными придумали, как за неделю поставить постамент, а бетон, если кто строитель, знает, сколько бетон. То есть мы нашли технологию, которая быстро к 11 сентября, потому что День танкиста никто в России не отменял. Именно 11 сентября был День танкиста, который у нас добыл открытие. То же самое 9 мая. То есть вот эта площадка, там был лес. Нужно было за месяц приготовить площадку, провести мероприятие, извините, целевая аудитория, которая была 178 миллионов. Мы запросили. Это интернет, это телевидение. С Японии пришла СМС, что наш 9 мая показывали в Японии по какому-то российскому каналу. Люди говорят, это как? Мы были там в Англорде. Поэтому вот эта синхронизация к нам есть доверие, потому что мы стараемся никого не подводить. Мы сказали набережную сделать, губернатор нас поддержал, потому что он подписывает заявку на Минстру. Мы ее делаем. И она будет, я вас уверяю, она будет намного красивее и функциональнее, чем наш. Потому что тот проект, который был изначально, они сидели с открытками ритами и не верили, что мы это можем сделать. Поэтому мы меняем вот эти стереотипы. Мы хотим, чтобы с той стороны тоже смотрели и хотели к нам приехать. И хотели, возможно, скоро придет время, когда они будут. Уже люди поехали. Уже бросают. Потому что работы нет. Приходит же информация. То есть есть человек с российским паспортом, есть человек с украинским паспортом. Кого возьмут таксисты? С украинским паспортом. А ему что делать? Он в Нарвии прожил всю жизнь и чего? Все оттуда бедут, бедут с запада, потому что там тоже работать негде. Сейчас большой авток сюда обратно возвращается. Здесь тоже нечего. Поэтому мы хотим и о наших соотечественных тоже думать. Пожалуйста, переезжайте. Мы строим жилье, мы собираем социальные объекты. Поэтому мы работаем по всем фронтам. Да, это не наши полномочия. Но когда придет время ЧЕ, да, и люди скажут, ребята, где? Я говорю, вот, пожалуйста, у нас все готово. Давайте у нас пилотную площадку делать. И будем людей интегрировать. Потому что не все знают и стоцкий язык. Спасибо. А еще скажите, пожалуйста, работу какую вы предлагаете? На сегодняшний день в Кингисепском районе 25 тысяч вакансий. 25 тысяч вакансий это больше половины от всех вакансий Ленинградской области. Два крупнейших газоперерабатывающих завода строятся в услуге. Три терминала строятся в порту услуга. Строятся три завода в промзоне фосфорит Еврахим строят. И я уже молчу водители, строители и все остальные. То есть это колоссальный рынок на сегодняшний день труда. И кадры очень востребованы. Я знаю, что предприятия везут со всей страны. Машинистов не хватает. У нас крупнейший транспортный узел станция Лужская. Не хватает. Машинистов везут со всей страны. Поэтому работа на любое любого размера, любой специальности сейчас востребована. И кинесецкий район впитывает в себя. Мы готовы у себя тоже размещать людей. везут со всей страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...